Итак, Нисичка, специально для тебя покажу, как я делаю латте. Я специально добавил сюда молочка, выставил на пенку. Вот тут вот капучино и вот латте, да, написано. Тут можно регулировать, короче, больше и меньше, прикольная тема. Сначала я делаю себе кофе, потом я сделаю себе латте. И потом попробую капучино вот это вот, то, что здесь нарисовано. Ну что, запускаем сей процесс. Смотрим, что у нас в итоге получается. Так, объём. Espresso. Вот он тут выжил. На самом деле получилось где-то грамм, наверное, 150. Я хочу ещё выжить. 15 бар, кстати, давление. Да, это моя мечта. Ну, вроде всё выжил, на самом деле. Теперь самое интересное сейчас. Мы сделаем пенку. Точнее, латте. Так, автоматически вручим. Не прикольно. Он как-то подогревается. Он как-то подогревается. Ветёк аж потел. Всё, что ли? Так, а если я... А, он ещё это самое добивает, кстати. Офигеть. Я не знал, что у нас такая функция. Ну, что-то сверху, кстати, есть. Только не похоже это, по-моему, на латте. Я использовал, по-моему, 3,2% жирность молока. Нужно, ну, специально покупать для этих целей. Так что вот это настоящая порнография. Типа вся, что ли? А, ещё, видите, молока мало. Там надо больше долить. Ну, окей. Вот, получилась у нас такая консистенция. На латте, конечно, не похоже. Но, думаю, что с настоящими сливками мы всё исправим. В принципе, всё. Продолжение следует... Продолжение следует...